Хочу поблагодарить Владимира Владимировича не то чтобы за лекцию, а за саморассуждение, за построение этой лекции. Ну это как бы вопрос. Но с одной стороны мы говорим, благодаря скринингу и системному лечению, и даем мы показатели, государственная смертость, отрака молочная, железо снижается. Значит как бы автоматически политик говорит или государственный деятель, что наконец-то какой-то порядок смертности, там и в России, отрака молочная снижается. Значит это как бы показывает в принципе заболевание излечимо. Но что здесь, но есть очень большая группа крупных исследователей, которые не принимают эту понятность излечимости. Ну обычно что приводится? Если проводились скрытия пациентов рака молочной железы от любых заболеваний, не связанных как бы с молочной железой, всегда находят, или сейчас находят проявления там скрытые микрометастазы в каком-то органе, и говорят, вот человек 30, уже мы считали излечимым, а при скрытии нашли все-таки проявления заболевания. Это раз. Во-вторых, когда отслеживают пациентов, есть такая статистка, может быть, у японцев, 20-30 лет, то всегда смертность от рака молочной железы в любые годы все-таки выше, чем смертность от других заболеваний. Значит, это тоже как бы такой показатель. Но помните, вчера показывали публикацию «Картазар». Она оценивала достижение полного регресса опухоли, и, так сказать, нельзя ли этот признак полной регрессы опухоли принять как законечную точку оценки новых лекарственных препаратов. Ну, сначала казалось, да, и ФДА даже согласился. А потом выяснилось, что с точки зрения как бы пациента, если он достиг полного регресса, это хорошо. Но с точки зрения оценки новых лекарственных подходов, это никак. Потому что все же и больные, достигшие полного регресса, могут погибать. Поэтому это промежуточная точка зрения. И это вот, как бы я говорю, те возражения, которые как бы на этом пути. Хотя я вот согласен с И.К. Владимировичем, исходом его рассуждений, что все-таки, иногда за непонятным причинам, может быть, ему налоги поменялись, может быть, что-то. Но человек живет, он проживет, и никаких проявлений заболеваний у него никогда не находят. Поэтому мы за то, мы клиницисты, мы ради этого и работаем. Хотя, конечно, это решается выше, что все-таки эти пациенты, ну, положившие 30 лет человеку, допустим, 50 лет, или 60 лет, если там ему 30 лет, это уже с точки зрения интереса пациента и его родственников, это излечение. Но, если биологически, то, конечно, Николай Денис прав, тут надо смотреть, искать и надеяться. Спасибо большое. Коллеги, у нас еще все-таки есть несколько минут. Пожалуйста, Петр Владимирович. Спасибо большое, Николай Денис. Нет, это скорее не вопросы, а комментарии, потому что действительно восторг, и очень здорово все представлено. Но, если позволите, несколько комментариев к вашему блестящему сообщению. Несколько моментов, о которых хотелось сказать. Первое, вы говорите, что адювантная системная терапия – это лечение метастатической формы. И где тот размер, когда надо начинать лечить? Мне кажется, что, ну, наверное, так мужчине нехорошо говорить, но размер не имеет значения. Имеет значение потенциал. И это же, наверное, касается метастатических форм. Не всегда размер определяет результаты или временные наши успехи. Вторая ремарка, которую мне хотелось бы тоже сказать. Мы часто заложники той информации, которую имеем. И антенна, которая есть на доме, не обозначает, что люди в нем смотрят телевизор. А мы иногда видим антенны и думаем, что там показывают телевизор. А люди слушают радио или вообще пользуются интернетом. Точно так же опухоль, которая имеет рецепторы, может себя вести совершенно по-другому. И третий момент о том, что, может быть, не надо оперировать. Мне это тоже очень лестно и интересно. Но мы видим пациентов, которые отказываются от лечения. И, к сожалению, некоторая часть из них прогрессирует на глазах. Прогрессирует местно. Даже не отдаленные метастазы. Эти опухоли, которые растут в молочной железе, иногда настолько меняют качество жизни этих пациентов, что несделанная операция вызывает лишь сожаление. Вот такие ремарки. И спасибо. Вопросов тут не может быть. Только аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, я очень рад, что доклад понравился и вызвал какую-то дискуссию. А по поводу размера, единственное, я скажу ремарку. Здесь это не связано с размером лечить-не лечить. Это размер можно вылечить, нельзя вылечить. То есть мы, вроде бы, говоря о том, что адювант работает и излечивающий работает, кроме размера опухолевого, оставшейся в организме опухоли, никаких других причин, почему в одном случае срабатывает, а в другом не срабатывает, мы не называем. Хотя, возможно, это связано с клональной эволюцией опухоли, например. Потому что реально ведь самый простой вопрос, который иногда приходит в голову. А если мы отрежем все визуальные проявления метастатической болезни, то ведь формально останется тоже микрометастатическая болезнь. Но по какой-то причине на этом этапе мы вылечить уже не можем или можем вылечить очень небольшое количество болезней. Это вопрос, не имеющий ответа, к сожалению, но во всяком случае в моей голове не имеющий. Но я действительно очень рад, что удалось сделать так, чтобы мы все задумались. Спасибо. Марина Борисовна, я как раз хочу, чтобы вы тоже высказали свое мнение. Я могу только присоединиться к благодарности за очень, как всегда, яркое выступление. Я просто размышляя о нашем понимании сути этой проблемы, мне кажется, мы немножко отодвигаем сам макроорганизм. Мне кажется, что все-таки сейчас все больше и больше данных появляется о том, что нужно, может быть, не совершенствовать наши химиотерапевтические гормональные опции, а это тоже надо, а как-то попытаться заставить работать свой иммунитет. Ну вот действительно же такие какие-то информации. Есть же информация, что опухоли, инфильтрирующие вот эти лимфоциты, мне почему они так импонируют, потому что это легко и просто оценить, что если они после химиотерапии остаются высокими в опухоли, то, скорее всего, высокий шанс на излечение. Но я имею в виду предоперационную химиотерапию, данную, адювантную, и оценку там патоморфоза, и заодно лимфоидной инфильтрации. Такие вот исследования есть. Может быть, они не очень, скажем так, большие или не очень рандомизированы. Это вопрос другой. Но, мне кажется, без учета собственных сил организма мы не продвинемся дальше к вопросам излечения, потому что настолько такие технологии сейчас используются, мне кажется, что это уже предел именно на этой, так скажем, орбите. И следующая орбита – это уже все-таки воздействие, может быть, от фантазии пока, но тем не менее на собственные защитные силы. А воздействовать на них мы пока грамотно не умеем. Спасибо большое, Марина Борисовна. Да, пожалуйста, рука тянется. Николай Иванович, большое спасибо за прекрасный доклад, который вы представили нам сейчас. Я просто хотела сказать в пользу хирургического лечения личный опыт. Значит, больной имел отрежь негативной рак молочной железы Т4Н3М0, в которой было проведено хирургическое лечение, включающее плотнодозную химиотерапию, радикальную мастектомию, лучевая терапия с полным патоморфозом. Больная прожила 10 лет, через 10 лет был выявлен метастаз в верхнюю долю легкого левого, и больной был выполнен радикально, не радикально, а удаление верхней доли легкого. Больную наблюдаем 3 года без всяких признаков рецидива и без всякой системной терапии. Как бы, да, еще раз это, возможно, подтверждает, что у каких-то пациентов, может быть, есть действительно олигометастатическая болезнь. Да, да. А вполне возможно, что это… Ну, понимаете, мы не ответим. Если вдруг через 10 лет у нее появится еще один метастаз, как бы, да, такой же в каком-то месте, да, то мы будем понимать, что это просто, возможно, биология болезни, которая постепенно реализуется. Мы не вылечили, да, но мы убрали проявление заболевания. Еще раз я именно по этому вот дефиниции попробовал обрисовать, как бы, да, что подразумевается излечить. Это полное освобождение пациента от заболевания, которое однозначно нельзя связать, например, с более благоприятной биологией, просто длительным течением метастатического процесса, который мы пока не видим. Но истины в последней инстанции, конечно, я не открыл, поэтому спасибо. Это действительно и наблюдение интересное, как бы, да, и, может быть, как раз его имеет смысл и опубликовать, потому что, поверьте мне, поиск информации был достаточно труден. Я закончил, собственно говоря, презентацию за 15 минут до того момента, как бы, вот сюда вот сел. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие коллеги. И позвольте поздравить с завершением сегодняшнего блестящего дня, яркого, научного, с активными дискуссиями. Спасибо большое всем потрясающим докладчикам всего сегодняшнего дня. Потрясающим, конечно же, Владимир Федорович, вам, в вашей школе, нашей школе, российскому обществу онкалмомологов, нашей российской школе, русско. В лице Марины Борисовны, как главного человека на писании рекомендации русско, Владимир Федорович отвечает за рекомендации АУР, а Ром, но мы вместе делаем большое-большое дело. Поэтому спасибо всем большое, что мы есть у друг друга и делаем эту работу. Спасибо. И еще отдельное спасибо хочу сказать Петру Владимировичу Кривородьку, который, собственно говоря, и подбил на эту презентацию, которую я так сделал. Спасибо всем.